Всем привет дорогие друзья, вы на канале Смотри Учись, с вами Егор Миша, все еще в отпуск и сегодня у нас керри дровка от Аммия, топ 1 керри Китая, невероятно крутые результаты пока что показывает Аммия на просцене, очень крутой стрик у них с командой экстрим, выиграли спиритов, их заядлый соперник, во все времена постоянно спириты выбивали со всех турниров экстримов, но сейчас они смогли отомстить, вот, и также 2-0 сегодня сыграли с Авророй, Аммия сейчас в невероятной форме, круто кстати килл оформили, даже удивительно просто вот так вот первого уровня, пошли задайвили спокойно и оформили килл на шадо в шамане, опять же сейчас мета рейнджовых керри, всякие разоры, лины, там кто еще, врки конечно же и прочее, там мираны керри, постоянно пикают, собственно дровка тоже герой хороший, ее парочку раз пикали, на интернешнале, в основном против, против морфлинга, топ-1 контрпик, здесь кстати опять тоже против морфа пикнул Аммия эту дровочку, с аспектом, что можно ходить во время мультишота, во время действия мультишот, можно применять предметы и медленно передвигаться, как раз он сейчас показал реализацию этого аспекта, убил Сэн Кинга, очень красивый килл, вот и что примечательно, у Аммия больше всего игр сыграно в паблике на вот этой дровке, он ее прям в каждой игре берет, спамит по жести, кстати интересно, Сэн Кинг первого уровня уже там пошел за пачку заходить, за тавр заходить, пачку пытаться выпуливать, линия супер тяжелая, опять же, дровка Омник, дровка Тренд, дровка там не знаю, Куаквер какой-нибудь, дровка Тусик, просто все и вся может выносить, очень сильная линия, милишник, ринжевик, собственно, что пока что Аммия и показывает, ну и фулл фри по сути, опять же, благодаря вот этому красивому старту, где просто на первом уровне пошли в шаманчика задайвили, так, и возможно, нет, тут уже вряд ли, наверное, догонят, шаман еще смог линию поставить каким-то чудом от пулю, это на самом деле неприятно, потому что хотелось бы, чтобы пачка по таврам была, и донос себе 0 талисман, опять же, сейчас это частая практика, чуть ли не на любых керем, один там 0 взять, в идеале там на универсале какому-нибудь, вообще шикарно, чисто чтобы там не покупать никакие фальконы, ну, Арканы, само собой, хреново смотрят свою дровку, поэтому тебе хотя бы что-то нужно на мандроген, так что взять чисто 0 талисман, и все, и по мане проблем быть не должно, так, кстати, опять нападение под пачкой, пробили очень сильно, сенкингом, линия, конечно, невероятно сложная для СК, как может он терпит это, он просто под таврам душит, офигеть, как же красиво омник сыграл, захилил крипа, благодаря этому убили сенкинга, и пачка сейчас еще и под тавра, под тавр дровки пойдет, все прям шикарно. Устал работать на заводе? Лишним не будет еще один завод на эпиках, новый бесплатный режим, завод шмоток, открывай ящики с призами и получай шестеренки, которые также можно получить бесплатно каждые 3 часа, в ящиках можно залутать много бесплатных приколов по типу трежерок, аркан, а в генераторе можно улучшать стоимость генерированного шматья, используя шестеренки каждые 2 часа, также по нашей ссылке можно получить бесплатный боевой пропуск, выполняй простые задания и каждые 15 уровней получай арканы, а на последнем уровне можно получить дк хук или сет на вк, а в честь интернешнл смотри стримы всех твоих кастеров до студий освещения и получай вью трежерки каждый час, ссылочка в закрепе, удачи! Что примечательно, там 30-ый тир морфа, будет чуть поинтереснее смотреть, когда против спамеров пикается вот эта керри дровка, ну дровка во все время на шикарный герой против морфа, то есть она может его просто шотнуть, плюс там можно купить какой-нибудь условный аганим, снижать реген у морфа, но, кстати, Ами аганим вообще не покупает на дровку никогда, у него плюс-минус всегда один тот же билд, это, по-моему, манта, манта баттерфляй, он очень ранее баттерфляй покупает, вот я сейчас забыл, либо драгон лэнс баттерфляй, ну, пайк баттерфляй, либо манта баттерфляй, что-то я вообще запамятовал жестко, ну, как раз в этой игре посмотрим, тут еще тридцатый тир пака у оппонентов, ну, вообще, там и там супер мета напикано, разве что шадов шаман, такой не самый популярный герой, а так, по сути, все вот эти вот 9 персонажей постоянно пикаются, медовая клопа, там тройка марс, омник тоже очень популярный сапик, рубенчик, ну, дровка, ну, так, средняя, но игра хорошая, однозначно, опять же, против лавкача, какого-нибудь пикнуть, развалить его, тема рабочая, опять же, Ами там уже и этого показал, и медузку, против ДБ, тоже безошибочная игра, как раз против спирита, они медузу выкатили, я сейчас не думал, что медуза вообще скрыта пульной игрой, однако, вот, очередной рейнджовый керри, который может выигрывать в доту, так, кстати, если Сенкинг сейчас умрет, это все, это, конечно, еле-еле выжил, буквально одной пичечки не хватило, потому что он бы сейчас без телепорта умер, это все было бы, полнейшая смерть, так, убили еще Омника, ой, Шарошамана, извиняюсь, шикарно, шикарно, спокойно здесь выходит, по-моему, видно было, да, телепорт, Апака, поэтому сместился, блин, как же я понимаю этого Сенкинга, вот, я тоже вот на оффлей не играю, вот, я уже столько таких линий постоял, вот, примерно, так же выглядящих, ну, ты просто приходишь против гребаного Омника с рейнджовым керри, и ты вообще ничего не можешь сделать, а Сенкинг, он такой, на самом деле, лейнер, ну, не прям сильный, как мне кажется, вот, против такой даблы, ну, ты вообще ничего не можешь, так, ну, да, драгональдсик, давайте уже на нетворс потихонечку переключаться, 3 900 на дровке, шикарно, я себя чувствую, линию развалил, крипы фармятся, все как надо, драгональдсом дает очень крутые статы, позиция для дровки очень важна, поэтому, в принципе, с педефол на такой выбор, давайте замутим, чувачка, гадость, я не писал, онкал, что-то он часто токсичит в пабликах, ну, тут такая линия, что да, видимо, нервы сдали, реально противно, против такого стоять, еще и против задрота, блин, амми, так, подлетает уже драгональдс, самое время выбить нейтралку, нужны остатки, ну, в идеале там, айрон вуд, как по мне, перчатка дуэлиста, дуэлянта, наверное, правильно, чё там еще есть, семечко в теории неплохо, что опять же, в хп никогда не будешь проситать всегда фу, и будешь ходить, ну, айрон вуд, там пик поле, наверное, самые такие приятные, статки, ничего ценятся, так, мультишот уже в 4, можно все это добро закачать, так, и нейтралочка у нас, роуджелин, тоже нормально, опять же, по статам, очень не по статам, а по ресурсам, никогда просадки, теперь точно не будет, всегда и хп будет, в достатке, и маны, с 0 талисманом, с роуджелем, будет кайфовать, всегда можно мультишот спамить, он у него как раз замакшен, да там грязюку, конечно, там умник уже вытворяет, просто гляньте, куда он зашел, так еще и вынес сын кинга, да сын кинг-то сам ошибся, он здесь не должен был умирать, ну, конечно, хотелось наказать этого омника на гон, так, а тут уже дровка, подоспела, блин, вы прикиньте, он паузу жмет на сын кинга, что это такое, сам же здесь зафейлил, шадоу шаманчик выжил, кстати, там с гранатой поторопился, когда вот эта врожденка шадоу шамана, срабатывает, там, срабатывает диспел, то есть он гранату задиспелил, пипец, две тычки дау на дровке, мультишот нажал, все, меньше половины хп у скорпиона, так, дальше манта, ну, да, драгон венц, манта, бетерфляй, вот такой вот билд, у него, полагаю, манта, опять же, статы, очень приятные, ну, спит на самом деле на дровке, приятная тема, ему спида не так много, активка кайфовая, если есть еще, конечно, что подиспелить, так, давайте глянь, что врожденка дает, увеличивает ловкость владельца, а, понятно, старый третий скил, дровки, так, напали здесь, но мне, нечем здесь помочь, отдает его спокойно, ну, так, немного, фидонич, это у него, команда начала, пак разогнался, очень жестко, там парочку пик-оффов сделали, вопул, по-моему, дважды подряд, или три же даже убили, но дважды точно, насчет трех не уверен, ну, тут геймплей, классический, в принципе, да и шкрипа убьешь, ух ты, красиво он тут камеру навел, на марсе очень, ну, а теперь даже посмотрим, я люблю такие моменты, смотрите, копье, арена, и все, и хрен, ты перекачаешься в такую историю, коллапс эту фишку постоянно используют, конечно, в идеале потренировать эту фичу, там, на самом деле, непросто в тайминг порой, уложиться, с копьё, и время того, как на копье летит арена, все быстро нужно сделать, рекомендую там в лобе чуть-чуть потыкать эту штуку, на самом деле, непростая тема, так, заюзав здесь, выучили, вот против таких героев, как пак и морфлинг, фишка офигенная, прессинг кинга тоже нормально, то есть там, пока вы арену поставили, морфлинг просто вайфорум нажмет, ну либо перекачается, пак там на блинке, на арбе улетит, там, не знаю, на втором скиле, кстати, убьют, у дровку, поставил с вами, сенкинг, броу-страйк, там, прожмет, пока вы там, арена копья, вот копье арена, вот это вот, сложно будет, против бкб, шик, это тоже идеально работает, очень полезная фича, давайте скипим, ничего особо не произошло, дров крестного, степается, закачать стаки, тут больше никто стаки не качает, кроме дровки, марс тут средний кемп, конечно, подбил, так, и неожиданный смог, не стали дополнительно, аншентов еще стакать, хотят морфа убить, арена имеется, опять шикардос, на марсе закомбинил, копье арена, ну по-моему там, кстати, он пригвоздил к дереву, в любом случае, даже на самом деле, без арены могли убить, этого морфа, я думаю, но все равно, шикарно, шикарно сделали, дабл кел, можно сломать вышку, дровка всю тут историю прокачает, по кайфу, потом на аншей вернется, аншей закачает, ай, правда, тут зеркаль от тавр, и глиф вам не ответить, глиф кд, и меди тавра дадут, так, ну и все тут, у него тут и мидер, и керри, поэтому, оставил, линию запущенную, пошел просто аншей закачивать, может здесь еще застакать, интересно, получится ли, да вроде должно получиться, не прям много стаков, ну да, застакал, звук там был, стоп, у тебя осталось до манты, еще голды, таван 10 взял на демэдж от фрост эрлс, то все понятно, перезарядка гаста, 3,5 секунд, не особо интересует, учитывая, что некоторые гасты, вообще, единичку оставляют, качают плюсы, все-таки атрибуты, тема важная на дровке, тебе статы очень нужны, у тебя хппл маленький, монопул маленький, тебе ловкость нужна, соответственно, там ятора, по-моему, всегда в один оставляет и качает плюсы, но конкретно в этой игре, я думаю, все-таки надо гастик подмаксить, там куча героев, которые от сайлента страдают, так что я думаю, тут не будет качать плюсы, там пак, цинкин, ну короче, все герои, все 5 героев, против них сайлент, может хорошо сработать, я думаю, не буду плюсов здесь, 9000 нетворца, прекрасно себя чувствует, не, смотрите, плюсы все-таки качают, я был не прав, честно, я бы сделал так же, вот если, ну вот у меня такая, такая особенность, вот если есть возможность качать плюсы на героя, я всегда буду плюсы качать, я обожаю атрибуты, огромный фан атрибутов, хотя я бы понял, если бы все-таки сайлент здесь под максом, какая игра хорошая для сайлента макшнел, так, манта имеется, хорошая возможность подраться, там койл кд, все ультимейты имеются, как-то просто нужно начать, как-то просто нужно начать, если противники ошибутся, но противники не ошибаются, поэтому дальше качаемся, дальше кайбая пайк, второй тир, кстати, очень своевременно, блин, что-то, видимо, ему не травка и такие себе падают, то, что во втором тире уж точно хочется, что-то на статке, там спешили старай, гробол, видимо, ни то, ни то не упало, и пришлось заплетку, ой, хорошая какая арена под двоим героем, туда еще продлили соник вейв, сайлент, дровочки, охренительно, минус 3 сделали, так, возможно, кстати, нет, подумал я, что сейчас передумает пайк покупать, просто себе баттерфлярик кликом возьмет, после такой драки, много денег навалили, однако, нет, не жадничает, пайк имеется, почти 12 тысяч на творца, на самом деле, комфортно, конечно, играть с этой плеткой, базар 0, маннерген, хопереген, моспит, все это история хорошая, но хочется все-таки приоритете гроу-болу, спешли стараю видеть, рэй, наверное, правильно, ну вот, марсу, то, что выпало, скала высветилась, капу, кстати, пиков 0, обыдно, так, 15-й талант, минус 6 секунд перезарядки мультишота, блин, альтернативный талант, конечно, тоже очень интересно, я даже не знаю, что есть такой талант, есть у дровки, 75 дальности атаки, на 6 секунд перезарядки, это очень много, шестерка, просто вдумайтесь в эту, в эту цифру, 6 секунд, вопрос о 9 секунд, теперь, когда, кстати, а во время каста, кандешится, надо будет проследить, не пойму, какая длительность, действует 2 секунды, да, и вот, во время их за этих 2 секунд, кандешится, интересно, третий или нет, как будто должно кандешится, ну-ка, да, кандешится во время каста, то есть, по сути, здесь кандешка, 7 секунд, вот, ой, извиняюсь, что я еще забыл, как разговаривать, вот, оботребляйся кикбайм, очень круто, иначе, а там, на дровку, хочет в боте, видимо, линию толкнуть, морфа, я не думаю, что они могут убить, вот, один здесь до сих пор стоит, глаза мозолят, так, плюсы уже в 3, наверно, он хотел, сломать тауэр в боте, и убить рошана, рошан за радианс, у них, рожь дэмэдж хороший, ну, дровку очень сильно дамажит, знаете, нападание на сын кинка, блин, кому нужно сбить, да, отлично, а, у него, видимо, нету блинка, первым этому пайп купил, скорее всего, ну, ну, на первой шмотке пайп, ненавижу я пайп покупать на сын кинга, 600 мана пул, пайп стоит 150 маны, плюс у тебя кнопка 140, кнопка 85, полтулс, 225, ну, невозможно, что только мана брать, ты всегда без мана бегаешь, на сын кинге с пайпом, пайп, в идеале, после блатстоуна брать, потому что блатстоун тебе монопул, хотя бы дает манореген, и попроще становится, неожиданно пошли тетри фигачить, бкб, конечно, ой, не успел на марсе пригласить, это был бы легкий килл, из таверны, в таверну, причем, хочет стоять на своем, дальше пушить эту вышку, потерял позицию омник, противники сразу же напали, противники могут драться, только если они нападут у омника, сейчас они так и сделали, и, возможно, это хороший файл для оппонентов, хотя омник под дровкой все еще, надо омника подсейвить, пытается засейвить омника, минус сен кинг, поддержка бы какая-нибудь, блин, видимо, их раскатят, да, дровка вроде живет, по-теносилу, байк, почитать еще и пока подвел, он пока все-таки убил, ну, такое, поэтому, да, думаю, про темники чуть побольше, золотали, ну да, 3000 золота, 6000 опыта, все-таки они проигрывали, и сейчас очень много стриков сняли, плюс морфлинг, весь файл жил, морфлинг очень большим стал после этой драки, почти 18-й, натворство 13 кусков, скоро наверстает выпущенное, так, давайте скипать потихонечку, ну что, здесь нужно Рошанчика как-то убить уже, печально, конечно, что, возможно, Рошана придется за, за Дайр убивать, потому что противники могут сейчас помешать, они не успеют тогда убить Рошана, видите, никого не видно на мапе, противники в смоках, просто под Рошпитом, где-то гуляют, засканили, понимают, что Радиант в Рошпите, сейчас может страшная ситуация произойти, все-таки он там уже побежал, стики перекладывают, позиция хорошая, в принципе, у дровки, не должны еги сворвать, да, отлично, перекликал, но очень было опасно, очень крутая позиция, еще у Омника, что важно, потому что он просто все кнопки нажал, в дровку, в дровку, спокойно себя, издалека по-настрелю, он не смогли даже эгис выбить, плюсы уже почти замакшены, еще и рейкмастера убили, ну, очень кайфово, с плюсами играть, у тебя 2200 хп, плюсомник на тебя, вот эту тему нажимают, она тебе силу дает, это же, ну да, базовый бонус, это хп по у тебя дает, то есть там у тебя с этой штукой, сколько хп-шек, тут 1003 точно думаю, или около того, байса таник, еще сильнее можно уплотниться, бкб не хочется покупать, когда у тебя омник в команде, хочется максимально жадно всегда играть с омниками, чисто там на демэдж, что-нибудь закупать, на статы, маленький тавр подпушил, 800 хп осталось, здесь у тавра 1500, можно было, конечно, тормитра убить, вариант был, очень даже неплохой, в принципе тут, хорошие герои для шарда, умника, уже есть, у Рубика очень крутой шарт, может союзников сейвить, первый скил на них нажимать, у Марса очень крутой шарт, может двоих, двоих пригласить копьем, и огненный след от копья еще остается, у Квапы Сайленс, у Квапы не выпадет, по идее шарт никак, там либо, либо Рубику, либо Марса, да, очередной тавр начал потихонечку кушать, уже половина хп этому тавру, Нейро Омник с первым скилом поторопился, чуть бы попридержал вам, больше бы захилил, там дважды первый скил срабатывает у Омника, после задержки в 3 секунды, способность срабатывает на цель еще раз, но в 65% от обычной силы, хороший таргет, быстренько с Апика вот так вот вынести, блин, не убили, как такое возможно, отпустили шамана, прикиньте, она в рожденке выбежала, так, придется тавр, с ума отходить как будто, либо уже отходить там, потому что Морф сплитит, сделал ТП на Морфа, просит, чтобы кто-то еще пришел, Марсу телепорт сбили, поэтому не успел он помочь дровке, нормально, если там сапиков убьют, это не страшно, даже Пака смогли подловить, при гвозди он не к корене, а вот к этой штуке, что-то убили, дровка хорошей позиции, блин, но вот клопа не очень хорошей позиции, убили ее, так, Марс здесь поможет, есть Аегис, Пайк нажал, теперь он в идеальной позиции, на горочке, по 3П вам еще, минус Сен Кинг, замечательно, пробует еще кого-то подцепить, но нет, жалко, видимо, не успеет реализовать Аегис, никак, нормально, лейкмастера подувили, омник всегда в позиции, рептел, правда, пришлось на Марса нажать, но зато дровка убила, мультишотом, шаманчика, там врожденка КД была, 2 секунды Аегис, Аегис пропадает, идет, закупать себя ривер, 3000 хп есть, под рептелом там, 3500 где-то будет, по кайфу, 20-й тамат я озвучил, 25% урона от мультишот, альтернатива полная фигня, 50% доп скоростью от, после того, как нажали гаст, фигня полная, все-таки он тут на 15, там право себя на мультишот, талант, соответственно, это синерега с 20, все, есть у него третий тир, есть сатаник, убивает, что, спокойно, шардик, для Марса, офигенно, очень приятно, и никуда не уходишь, пытается додавить здесь, оппонентов, все-таки, да, сатаник, наверное, даже покруче, чем этот, чем криты, потому что он пытается вовсю постоянно на хг зайти, а этот сатаник ему хпшку дает, по двое в силе, ты можешь спокойно, криты бы такого не давали, он бы намного дольше здесь пытался снести вот эти самые товара, а битникова все равно не получается, так что сатаник мне в итоге понравился, сначала думал не очень, криты получше, но с критами он бы так легко не сломал, в сторону, так вот и дальше дай даус, теперь уже, теперь уже понятно, он себе куча сейва купил, сетап у него есть, чтобы сатаник азовы все лица, нужно только дэмэджи добрать, атак спид тоже офигенно, у него бабочка, плюс нейтралка на скорости атаки, так, позиция крутая, нажимает шарт, пригвоздил здесь марс ареной, есть, если что сатаник, пока что нету его, нужно нажимать, шаманчик поставился, пригвозди ее, кстати, ни хрена себе, ну блин, грабаный пак, конечно, и лучший персонаж убили, убили вон, а там два бая еще есть, стороны тут точно смогут, донести, ай-яй, если бы к бараку пригвозил, сенкинг бы уже был в таверне, так, ладно, есть сатаник, бояться, думаю, нечего, он мне в позиции, сатаник, ой, стилится, ай, красота, 2000 хп он себе зарегенил, этого должно хватить, мана кончилась, грисы, далее, чуть ману за рефилили, ну и все, наконец-то они эту сторону усилили, теперь по топу, два героя в таверне, дровка уже почти фловая, мана только не восстановил, ну и все, мегасы, забыл озвучить, что шар, шарде сдаёт, сдаёт вот эту вот, горочку из льда, она тебе даёт, дальность атаки, опа, нападение, извиняюсь, здесь омник сейвит, пусть есть сатаник, бояться нечего, опять же, сатаник нажал, ну и всё, просто даже в упор, подошли к дровке, однако, всё равно, без шансов, шикарная игра, мне очень понравилось, как омник сыграл, как марс сыграл, респект таким ребятам, хороший аспект ещё взял, не стал же однищать, хоть и в паблике играет, тоже зарешал, марс модец, всем большое спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, всем пока,